Кстати, сперём сентября, ребят. Вот это я вас пранкану. Уже 2 октября. Наверное, я немножко... Профейлся со временем, да? Майни вновь с вами. Всем привет! И сегодня с реакцией на анимацию от Одиса. Называется она Любовь-Анимация. И это Любовь к анимации или просто анимация про любовь? Давайте смотреть. Погнали. Вы мне кидали часто комментарии. Ты знаешь ли ты про любовь? А я шарю про любовь. Нет, вообще это так не работает. Для многих Любовь это такое, типа, светлое чувство, бла-бла-бла, там, цветочки, вот эти бабочки в животе, а-а-а. Но зато я точно могу сказать, что я люблю зарабатывать деньги. О, а деньги в стиле витрабатываю? А, так делаем. Ну, я вот такой вот хитрый. Но вы не подумайте, что деньги это моя единственная любовь. Так же я очень люблю. Настурбировать на картинке. Не картинке, а на мультике. Все, серьезно теперь. У меня серьезная аудитория. Кстати, с первым сентября, ребят. Вот это я вас пранкану. Уже 2 октября. Наверное, я немножко... Профейлся со временем, да? Со временем в моей жизни получилось так, что любовь это далеко не самое лучшее чувство, которое я испытывал. У меня были довольно длительные отношения с человеком, которого я действительно любил, которому я посвятил свое сердце. Однако, по итогу я остался один. Возможно, это из-за того, что я был слишком слаб. Ну, наверное, так и есть. Все парни чаще всего себя винят, кстати, в провальных отношениях. Кстати, это... На самом деле, я часто такую хуйню замечаю. Окей. Ну, ворошить прошлое глупо, и того, что было, уже не вернуть. Приходится смириться и жить дальше. Любовь безумна. Как вы могли понять, что в жизни у меня нет. Но развлекаться мне все равно нужно. Для этого у меня существует Серега и Марина. Это мои лучшие друзья, с которыми я живу уже хуй знает сколько. Они уже давно вместе и любят друг друга. Однако, назвать их любовь иначе, как безумной, нет, не выйдет. А почему нет? Иногда я просто зайду к ним в комнату, там, за сигаретами, например, да? И че я вижу? И вот такой очень часто бывает. Ну, классическая история меня и Кати. Гениальное решение. Все, что произойдет утром, то же самое. Они опять посрутся. И знаете, это полбеды. Иногда я просто сижу, работаю, и слышу вот на весь дом крик Сереги. Марина, покажи пизду! Первое время меня это... Классик-стори. Ладно, сейчас-то уже обыденность. Но, тем не менее, мне кажется, для примера они подходят как нельзя лучше. Ведь даже если я не веду... Потому что, скорее всего, они будут... Они все равно друг друга любят. Скорее всего, у них самые блудительные отношения. Вот таких людей, которые... Пизданутые. Чаще всего такие... Происходят. А лучше смотреть аниме про любовь, ведь там люди действительно любят друг друга. Нет. Там эмоции настоящие, и... И все-таки любовь нужна. Все допускают ошибки. Ссорятся, расстаются. Есть только одницы аниме, в которых любовь показана очень круто. Как бы плохо и тоскливо не казалось, я верю, что всему свое время и любовь однажды дойдет до каждого. До этих же дебилов дошла? Борись. Стоя на своем. Не опускай руки, как я когда-то. Сделай все, чтобы видеть улыбку человека, которого ты любишь, как можно чаще. Ведь это и есть любовь. Ну, на этом у меня все. Берегите себя и любите себя. И меня тоже любите, пожалуйста. Конечно. Не забывай поставить лайк под этим видео. Любовь, лучи добра, любви посылаю тебе тоже. Братишка, все нормально. Все тебя любят. Это тебе кажется. Блин, анимация необычная, немножко психоделично, что могу заметить. Но представление частично правильное. Я не считаю, что любовь дарит только плохие эмоции, потому что он не говорит, что мне подарил плохие. Но все равно, если он говорит, что у него были длительные отношения, в этих длительных отношениях по-любому было много положительных эмоций. Почему-то многие люди забывают про это, потому что люди обращают внимание больше на негатив, чем на положительное. Это у всех так устроен мозг, но все равно надо логически мыслить и понимать, что было много и хорошего, не только плохое. И это надо ценить. Надо ценить это как опыт, надо ценить это как умение в будущем, понимать, может, чем ты ошибся, может, ошибался другой человек, не повторять его ошибки и так далее. Любовь – это святая еще работа, понимаете? Над ней надо работать, над ней надо улучшать, и над ней надо стремиться становиться лучше и самому, и твоему партнеру. То есть у нас с Катей часто бывали ссоры, это нормально, я считаю, абсолютно, что надо что-то менять в отношениях, в плане все время, чтобы менялось отношение в лучшую сторону, потому что если отношения стоят на месте, они стагнируют, как мой канал, да, он стагнирует, потому что он стоит на месте, он не меняется. Это на самом деле очень странный пример с каналом, но по факту он так всегда и есть. Все, что не меняется, по итогу надоедает. Поэтому стагнация неизбежна. Поэтому надо менять, надо улучшать, надо убирать какое-то стеснение, надо продвигать отношения, надо находить новые интересы, надо искать вместе какие-то интересы. Короче, все это вместе – это большая работа, большой труд. И знайте, что отношения легкими не бывают. Отношения бывают сложными, но очень интересными, очень много вызывают эмоций, как и положительных, так иногда и отрицательных, никуда от этого не денешься, но положительных намного больше. Стремитесь на тем, чтобы положительных эмоций в вашей жизни было намного больше. И меньше обращайте на плохие, потому что плохое, оно всегда будет, но хорошее – это намного важнее. Потому что в будущем вы будете вспоминать именно хорошее. И должны вспоминать, потому что плохое вспоминать не надо. Зачем же поменять плохое? Есть многое хорошего Ребята, ссылка на оригинальный Видосик в описании Вы можете перейти и подписаться на Одиса Поставить ему лайк, посмотрите его другие анимации Он делает очень редко их, но посмотрите Может вам понравится Вы просили, я сделал, как говорится Сказал свое мнение насчет этих отношений Любви и так далее, потому что я действительно Читаю себя человеком, который действительно любит И думаю, Катя Меня тоже очень любит Не надеюсь, я знаю точно, что она любит Потому что та еще дурашка Все, ребята, всем удачки Всем пока Биу Субтитры сделал DimaTorzok